Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, и вы попали на мой канал, а это значит, что наконец-то вышло новое видео. В этом видео я покажу вам, как я сдаю итоги. Я думаю, что это самая ваша любимая рубрика, когда у меня просто по учёбе начинается полнейшая жопа, когда я вся загнанная, просто как не знаю кто. Вам почему-то очень сильно нравится смотреть, как надо мной издеваются. Поэтому меньше слов, больше видосов. Я думаю, что вы очень давно ждали что-то подобное. Вот, наконец-таки, оно началось. У меня на этой неделе получается итог по биохимии, итог по ОБЖ. Это безопасность жизнедеятельности. Возможно, итог по анатомии. Либо нам ещё добавят лимфатическую систему и итог перенесут. Короче, я пока не знаю. И также мне нужно будет пересдать итог по гистологии. Точнее, не пересдать, так как я болела, меня не было в этот день. Мне просто нужно будет его написать. Это будет, кстати, в субботу. Поэтому всем приятного просмотра. Ну, а я побежала готовиться к своим итогам. Сидим с девочками, обсуждаем полезность фолиевой кислоты. И вот, а в свои. То есть, одни вещества преобладают в них. Всё, на сегодня у меня пары закончились. Я иду встречаться со своими девчонками. Вижу, вон они там стоят, улыбают. На меня смотрят. Наконец-то, боже, мы увиделись. Заболи. Это у вас все такие моменты? Да. Нет, это будет. Молодец. Я сейчас опять буду плакать просто сидеть. Как ты решила следить? Мне грустно нельзя. Очень сильно грустно. Ну ладно. Вот это я понимаю. Доброе утро. Смотрю опыт с лягушкой. Онлайн. Не знаю. Я так всегда хочу спать, ребята. У меня очень сильно болит голова. Потому что я поздно легла, потому что вчера она там и учила. Ну что, ребята, первый итог прошёл Гавняна. Не сдала я первый итог. Потому что я должна была готовиться вчера. Ну, вчера я спала, честно вам скажу. Вот. Потому что я не знаю, как это получилось. Я планировала прийти с пар. Ну, я вчера была 4 пары, напоминаю. Я пришла с пар домой в 7 часов. И такая, думаю, я сейчас в 2 часа посплю, потому что я очень плохо себя чувствовала. Я очень была уставшая. И я такая, думаю, сейчас я в 2 часа посплю. И в 9 уже сяду заниматься. Ну, и там уже до утра буду сидеть, учить бейхимию. В 9 я не проснулась. Я проснулась в 3 часа ночи, такая, думаю, ну всё уже, как бы, буду дальше спать. И дальше спала. Вот. Я просто посмотрела, что вообще на итоге происходит по бейхимии. Мне все говорили, что итог будут, ну, типа, письменные, по бейхимии только письменные. Ага, нифига подобного. Устный итог. Это был просто какой-то кошмар. Я просто посмотрела, что у нас там пару человек всего сдали из группы. И я так посмотрела, что даже ребята, которые очень хорошо отвечают, им начинают задавать какие-то дополнительные вопросы. И, ну, валят. И они не отвечают. Я такая думаю, ну, всё, пошла-ка я домой. И всё. То есть я, можно сказать, добровольно отказалась, как и, наверное, половина группы. И всё. И нас отпустили. Сказали, ну, идите тогда учить где-нибудь дома. И всё. И вот я сижу в этой баре. Сейчас мама мне на такси отправит ноут. Я буду с ноутом сидеть работать. Следующая пара у меня по философии, получается. Да и, в принципе, всё. Буду просто сидеть сейчас, ждать философию. Потом схожу на философию. И, считайте, неделя прошла хорошо. Закончилась. У меня пришла на кистолок. Сижу на информатике. Делаю какую-то таблицу. Нифига не понимаю. Как вы думаете, заметят, что я вместо вот этих вот формул, вот этих вот формул всяких, просто на калькуляторе посчитала? Я не знаю, заметят или нет. Надеюсь, нет. Потому что я не хочу вот это всё делать. Ну что, ребята, сейчас я пойду готовиться к своей итоговой по БЖ, которая будет завтра. БЖ — это безопасность жизнедеятельности. Это что-то типа ОБЖ. Ой, в общем, у меня завтра такие темы будут интересные. Катастрофы, разный ЧС, разные там, не знаю, даже что там будет. Честно, вообще не хочется ничего учить, ничего писать. То есть я понимаю, что я могу эту информацию переработать, там, адаптировать и написать так, как я это вижу. Но я понимаю, что у нас такой преподаватель, что ему нужно так, как всё вот расписано в методичке. Там примерно 60 страниц. Поэтому у меня впереди весёлый будет вечер. Ну, а мы с вами встретимся завтра. Я перешла немного в лежачий режим, потому что я что-то очень устала за сегодня. В общем, мне нужно... Сейчас я вам покажу, до какого момента мне всё вот это нужно выучить. До 76 страницы. Как я понимаю, вот до 76 страницы вот это вот всё мне нужно выучить. Сейчас я вам покажу примерно, какие у нас тут темы. Атмосфера, состав всем литом, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, тут просто куча-куча сплошного текста, даже без картинок. О, боже, пожелайте мне удачи, пожалуйста. Плюс ещё я сегодня буду готовиться к анатомии, потому что завтра у нас лимфатическая система, а я её вообще пока что не поняла. Ну что, ребята, всё, доброе утро. Я просто не изменяю своим традициям. Я сижу грею с чайком, потому что у нас в Краснодаре просто безумно похолодало. Стало очень холодно. И мне прям сегодня уже не хотелось вылазить из кроватки своей тёпленькой куда-то вот в холод. Но пришлось, потому что первая лекция у меня по гистологии. В общем, сейчас я бегу на гистологию. Там я буду готовиться к итогу по БЖ. БЖ — это безопасность жизнедеятельности, что-то типа ОБЖ. Вот. И потом я напишу итог по БЖ. Пойду на анатомию. По анатомии у меня сегодня лимфатическая система, которую я ни хрена не поняла. Но я не одна такая, поэтому всё нормально. Все сказали, что никто ни хрена не понял. Что вообще нужно было учить и так далее. И сказали, что скорее всего сегодня спрашивать не будут. Сегодня просто, наверное, будут объяснять. Потому что как можно пройти всю лимфатическую систему из этого занятия, я не знаю. Ну да ладно. В общем, сижу, пью чаёк. Сейчас пойду кушать, сушить волосы и выезжать на лекцию. Вам хорошего дня. Ну что, я уже за неверие прибежала я на первую лекцию. Холодно на улице. Просто жопа. Виолетта, Саня, нас кинули, но мы с Сашей просто отличницы, самые ответственные, пришли на лекцию. А девочки спят. Сейчас у нас будет гистология. Мы с Сашей просто как два, не знаю, не знаю, каких зверка, но мы просто вот так вот идём, потому что очень холодно. Мы наконец-то идём кушать, и потом я иду на итог по БЖ, Саша идёт на информатику. Вот так вот. Вот такой сегодня день. Ну что, мы с Сашей пришли кушать. Наш любимый лотый бар, как обычно. Заказали уже еду, сидим, ждём. Ой, что, я сейчас буду продолжать готовиться к итоговой по БЖ. Мне нужно ещё пару раз прочитать всю методичку и, в принципе, покушать, и уже пойдём на пару, потому что пара у нас уже где-то через час. Ну что, ребята, всё. Мы сейчас уже будем писать итог по безопасной выяснительности. Я уже готова максимально. Мне уже хочется просто побыстрее всё написать. Прямо сейчас просто пожелайте мне удачи, потому что нас всё-таки как-то очень сильно напугали. Что я вам хочу сказать? Написала я итог, но, мне кажется, не очень. И мы с девчонками в очередной раз прочитать кушать. Теперь мы заходили нормальной еды, поэтому мы просто пришли в столовку, сидим, кушаем. Сейчас я буду всем рассказывать, как я сдала БЖ. Вот, вам я расскажу об этом попозже. Ещё сейчас я буду готовиться к анатомии, потому что я к ней ни хрена не готовилась. Мы с Сашулей идём на анатомию, отвечая на лимфатическую систему. Ну что, ребята, мой рвочий день закончился наконец-то. Я сейчас пришла покушать в МАК, потому что у меня через минут 15 начинается вождение. Сегодня первый раз буду уходить в городе. Мне немного страшно, волнительно, но думаю, что всё будет классно. Ребят, сейчас я усиленно готовлюсь к итоговым, так как у меня итоговая неделя в универе началась, но я помню, как год назад в это время я готовилась к ЕГЭ. Я помню, что я безумно переживала, безумно волновалась и боялась, что я что-то не успею, что-то не запомню. Я знаю, что у вас в жизни сейчас не менее волнительный момент. Я знаю, что у меня очень много зрителей, которые будут сдавать ЕГЭ в 2024 году, также в 2025. И сейчас я хочу вам рассказать, как подготовиться к ЕГЭ без стресса, без паники, без лишних нервов. Я хочу посоветовать вам онлайн-школу в Вебиум. Это именно та онлайн-школа, где понимают, где помогают разобраться в предмете и позволяют добиться больших успехов при подготовке к ЕГЭ. По каждому из предметов подготовлен уникальный курс, который позволит вам переработать и запомнить как можно больше информации. Представьте себе математические законы на батоне, географию в Майнкрафте, ократкие пересказы романов для сдачи литературе в ТикТоке. У преподавателей онлайн-школы есть тысяча и один способ, как добиться твоего понимания. На мой взгляд, их курс-основа это самый лучший выбор и самый легкий способ начать готовиться к экзаменам. У этого курса есть просто куча преимуществ. Индивидуальный подход, то есть вы сами выбираете, какие баллы вам нужны, за каким результатом вы идете, и платформа уже подстраивается под вас и дает вам именно те задания, на которые вы как бы должны рассчитывать. Интенсивность курса подбирается конкретно под вас, по вашему запросу. Есть почет прогресса в изучении тем и системы достижений. Скрипты, полезные материалы, конспекты, в общем, там все собрано в одном месте, это безумно удобно. Все нужны методички, вы получаете сразу на курсе. Домашки и пробники, что является немаловажным, потому что конкретно пробники, на мой взгляд, это вообще, наверное, самое важное, что есть в подготовке, то есть вы должны прорешивать их чуть ли не каждый месяц и смотреть за своим прогрессом. Также у вас будет личный наставник, от которого вы получите любовь, мотивацию, понимание, помощь, конечно же. Кстати, я думаю, что среди вас очень много ребят, которые будут задавать именно биологию, так как у меня канал немного про медицину. И что я вам хочу рассказать про подготовку к ЕГЭ по биологии с Вейбиумом. Я думаю, что многие из вас знакомы с Марком Ламарком, потому что если вы готовитесь к ЕГЭ по биологии, вам 100% знакомо это имя, потому что даже я училась по его каким-то картинкам ВКонтакте, по его каким-то вебинарам в Ютубе. И честно вам скажу, это тот самый преподаватель, который влюбит в биологию раз и навсегда. А еще он точно знает, что нужно сделать, чтобы его ученик сдал биологию на самые высокие баллы, то есть 80 плюс и выше. Кстати, с ним готовится каждый третий стубальник России. Кстати, в программу подготовки по биологии дополнительно включили. Клуб высокобальников. Раз в две недели ребята совместно с преподавателем решают самые сложные задачи. Можно сказать, такие нетипичные, на которых во время ЕГЭ больше всего каких-то проблем возникает. Ну, то есть, где можно легко потерять баллы. Беседу взаимопомощи также добавили. Мне кажется, это просто классная идея. То есть, у вас будет доступ к беседе, где можно в любой момент задать вопрос, и вам сразу же на него ответят. Также просто доскональные разборы домашек, где каждый номер рассматривается просто в мельчайших подробностях, так что вы 100% все усвоите. Кстати, заниматься можно с октября, потому что Вебиум продумал просто всю программу за тебя. С ними подготовка к ЕГЭ пройдет без недосыпов, без постоянной изобрежки, без непонимания. То есть, вы будете все понимать. Собственно, у вас не будет никакого стресса, и вы легко подготовитесь к экзамену. Я оставлю вам ссылочку в описании на телеграм-канал Марка. Я думаю, что вы там найдете просто массу всего полезного. Поэтому обязательно переходите в описание и забирайте для себя все полезные штучки. Ну, а я желаю вам хорошей подготовки. Всех люблю. Что, ребята, всем добрый вечер. Я пережила сегодняшний день. Что я вам хочу сказать? На анатомию меня не спросили. Просто потому что не хватило времени. Ну и хорошо. На самом деле, зато я посидела, послушала, как отвечают ребята, переработала всю эту информацию, запомнила что-то, послушала, как преподаватель там ребят исправляет, что-то добавляет. В общем, я думаю, что... В общем, я думаю, что все классно. Вот. В принципе, меня такой вариант развития событий устраивает. Что я вам еще хочу сказать? Итоговая по безопасности жизнедеятельности прошла вроде бы нормально, но у меня был такой вопрос про психическое, там, эмоциональное состояние человека во время чрезвычайной ситуации. И что-то там было про... Ну, типа, этапы, фазы человека, человеческого состояния. Тут я вопросов вообще не поняла. То есть я написала, как я его понимаю. Ну, я не знаю, правильно это или нет. Также у меня был вопрос про пожары. Нужно было расписать просто там все, что ты про них знаешь. И еще один вопрос это была наркалкозависимость и гиподинамия. В принципе, этот вопрос я тоже вроде бы написала нормально. Но опять же, я все писала своими словами, потому что вот эти вот определения я не могу. Я не могу их заучивать. Я люблю понимать материал, а не тупо засубривать вот эти определения. Я не знаю, сдала я или нет. Нам это скажут только через неделю, но я надеюсь, что сдала. На этой неделе из итогов у меня осталась только гистология, которую мне нужно будет пересдать в субботу. В принципе, все. Можно сказать, что самое такое основное я пережила. И завтра мне также нужно будет рассказывать две темы по лимфатической системе, поэтому я сейчас буду активно к ним готовиться. Пожелайте мне хорошего вечера, пожалуйста, ребята. Я уже так устала, если честно. Я же еще на вождение сходила. Кстати, очень классно. Я сегодня первый раз каталась в городе. Мне безумно понравилось, даже не страшно было. Вот так вот. Ну что, ребята, всем доброе утро. Я сегодня такой, леопардик. Выбегаю в универ. Сегодня у меня целых четыре пары, и на одну из них я уже побывала, потому что она была дистантом. Но, честно вам скажу, я немного досыпала. Сегодня у меня в планах это сейчас будет лекция, на которую я еду. Там я встречусь с девчонками. Потом у меня будет биоэтика, а потом анатомия. И все. Закончу я сегодня ближе к семи вечера. Ну что, ребята, пришли мы на лекцию по анатомии. Я сейчас буду писать биоэтику. Саша учит биохимию. Я не знаю, что делать у девочки. Аня, по-моему, информатику, а Виолетта ест. Я не ем. У Жоли закончила что-то такое. Жоли сказала, что у нее что-то типа оба. Поэтому все нормально. Что еще делать на лекциях? Ну что, лекция закончилась. Мы идем есть и все разбегаемся по своим парам. Саша идет на пизру. Идет на пизру, а потом домой идет. Да, Саша потом домой, а у меня еще куча всего. Ну я, короче, сегодня сам, позже всех освобожу. Давайте, давайте. Короче, конспект я полностью дописать не успела, но что-то написала. Надеюсь, меня сегодня не спросят, потому что я отвечала на прошлом занятии. Я пришла немного прогуляться, потому что, честно вам скажу, когда я сижу на биоэтике и на философии, у меня просто мозг пухнет. Я перестаю вообще соображать, я теряю мысль. Ну, короче, очень тяжеловато мне, когда начинаю какие-то такие вопросы поднимать, которые мне не очень понятны, в это углубляться. Ну, короче, это не самый мой любимый предмет 100%. Кстати, если вы не знали, то у нас летом будет экзамен по философии, представляете? И как раз-таки билет на экзамене будет состоять из двух вопросов. Один это философия, второй это биоэтика. Поэтому надо все учить, надо все понимать, но, честно вам скажу, мне тяжеловато. Поэтому я пока что гуляю, освежаю свой мозг. Какую? А потом? Буду, да, пускай перезвонит и повторяю. Все быстрее. Все быстрее. Я, ну, давай, как скажут. Ну что, ребята, поздравьте меня. Я выхожу из универа, уже темно, уже горят фонарики, я только иду домой. Заказала такси, домой ехать 50 минут, а я уже так хочу кушать. Короче, анатомия пришла нормально, никакого итога не было, перенесли, в общем, на следующей неделе, на этой неделе проходили лимфатическую систему, поэтому как-то так. Два занятия было по лимфе у нас, и что я вам хочу сказать? Меня опять не спрашивали, просто, в общем, рассказывали, рассказывали, все хорошо, все вроде бы поняла. Все, на выходных буду готовиться к итогу по анатомии. Он, мне кажется, будет просто, наверное, самый сложный итог будет, мне кажется, потому что очень-очень много информации. Сосуды, вены и лимфатическая система. Всем доброе утро, я бегу, опаздываю на быхат, потому что я заглушила, на 8 утра, а не 8.30. Вот это уже какой-то такой. Мы сейчас сделали всякие разные опыты, и сейчас я буду заполнять страдочку Райбичу. Ну что, до химии закончилась, я пришла покушать, перейти на сахар. Ну что, я жду свой кофе-йог, и сейчас буду кушать. Я встретила девчонок, и мы пришли на философию. У меня уже голова подходит. Бытье какое-то мытье. Что, ребята, у нас потеплело, кстати, я вот сижу просто в свитере, мне вообще замечательно. Закончились у меня все пары на сегодня, у меня была философия, бейхимия. Бейхимия я так и не перестала в итоге, но думаю, что может быть в следующей неделе. Не знаю, ребята, просто максимально не хочу. Вот когда я почувствую, что я хочу сдать лейцию, я пойду уставать. А пока мне что-то такого и чувства нет. Сейчас вот Саша пришла ко мне, мы чуть-чуть посидим, покушаем. Саша пойдет на лекцию, потому что у нее после лекции пара, а я не пойду на лекцию, потому что я поеду на выпрямление волос. Саша сегодня лошок, она идет на лекции. Одна. Вы не думайте, если бы у Саши не было лекции, ой, если бы у Саши не было пары после лекции, она бы тоже не пошла. Просто не все-таки везучие. Виолетта, они вообще уже дома. Я так, за компанией решила посидеть. Ну что, ребята, вот так выглядят мои волосики прекрасные. Боже, знали бы вы, какие они приятные на ощупь. Это просто вообще волшебно. И чуть-чуть также подравляем кончики. Ну, совсем немного, поэтому я думаю, что даже незаметно, что я слегка подстриглась. Но мне очень сильно нравится качество волос. Просто и пахнет вкусно. Но из минусов теперь у меня нихрена не будет держаться укладка. Ну, ничего страшного, потому что я в основном хожу с прямыми волосами, поэтому это все не так критично. Что я вам еще хотела рассказать? Сегодняшний день прошел замечательно, ничего суперсложного не было. БХ я так и не пересдала, потому что не сдавали мы сегодня БХ. Я думаю, что пойду уже, наверное, аж через неделю, потому что на следующей неделе у меня итоговая по анатомии. Она достаточно тяжелая и сложная, потому что очень много материала, поэтому, скорее всего, я буду все время готовиться к анатомии, и на БХ у меня времени просто не будет. Также на следующей неделе я пойду пересдавать гистологию. Вот, на этой неделе не пойду, потому что, опять же, отработок не будет. То есть, как я понимаю, там еще сдают прошлые, позапрошлые итоги, еще с прошлого семестра, а мой итог можно будет сдать, ну, типа, там на следующей неделе. Поэтому, собственно, на следующей неделе я и пойду. Я думаю, что ничего страшного, что все нормально, что я все равно все сдам, просто, не знаю, у меня какое-то состояние такое, ничего не хочется делать. Я не знаю, почему. И как-то все так складывается, что мне ничего и не надо делать. Поэтому пока что все нормально, ребята. Живем спокойно, радуемся жизни, потому что потом, совсем скоро, начнет с ашопа. Собственно, наверное, этот влог пора заканчивать. Я показала вам достаточно много. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Если это так, то не забудьте, пожалуйста, поставить мне лайк. Также подписывайтесь на мои соцсети, их я оставлю в описании. И, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы никогда не пропускать моих новых видео. Ну, а с вами была Маша, это были будни студента-медика. И спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорых встреч в новых видеороликах. Пока-пока.